В эфире служба новостей В городском музее прошла Ночь истории. Гости вечера побывали на открытии новой выставки Федора Корней и пообщались с художником. Послушали концерт в исполнении творческих коллектива Дворца детского творчества и Детской школы искусств. Приняли участие в мастер-классах и викторинах и попробовали музейное угощение. Подробности далее. Главным событием Ночи истории в городском музее стало открытие выставки муромского художника Федора Корнея. Автор приехал на презентацию своих картин. Он рассказал о своей жизни и увлечениях в творческом пути. Федор Корней родом из Беларуси. Будучи студентом, был принят в молодежную секцию Союза художников. Это звание не так просто заслужить. У нас только два было, я и преподаватель. Ну месяца два нос позадирал, потом успокоился, потому что некогда было. Я был представителем Союза студенческого у нас. Два института было, наш и худограф. Вот я организовал студентом выставки в Минске, где придется. Автор привез в наш город свои пейзажи и натюрморты. Одну картину, посвященную весне, подарил музею. Экспозиция в Сарове будет работать полтора месяца. У каждого жителя города будет возможность прийти познакомиться с творчеством. Этого принципа уже хорошо для наших горожан знакомого художника. Он неоднократно принимал участие в выставках. И персональные у него были выставки. И в сообществе с другими городскими художниками. Этот художник широко представлен в нашей художественной салоне. После открытия выставки заработали различные площадки. Горожане смогли поучаствовать в викторинах на знания истории нашей страны и различных конкурсах. Познакомиться с экспонатами музея, смастерить куклу-оберег и объемную открытку. Украсили праздничный вечер выступления детских творческих коллективов города. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Фото проекта волонтеров приемника «Верный друг» подошел к концу. Его цель – показать животных во всей красе, чтобы они быстрее нашли своих новых хозяев и теплый уютный уголок в доме. На днях прошли заключительные фотосессии. Сотрудники канала «16» внесли свою лепту в акцию волонтеров. За несколько недель проекта в нем приняли участие порядка 50 руководителей и сотрудников городских организаций, политиков, общественных деятелей. На руках у них ласкались, сюрчали, красиво выгибали спины и забавно шевелили ушами кошки и собаки разного возраста, окраса и пород. Корреспонденты нашего канала Константина Перевозчикова волонтеры уговорили на три съемки. Два огромных пса и импозантный кот по очереди позировали с ним перед камерой. Эмоции массы, они только положительные. Когда я сюда ехал, я очень боялся, потому что, ну, все равно животное, которое долгое время жило на улице, оно немного отвыкло от человека, может относиться настороженно. Но первые несколько минут общения с животными доказали обратное. Они скучают по общению и заботе и рады каждой возможности выйти из клетки и приласкаться к человеку. Первый пёс, с которым мне довелось фотографироваться, это огромная охотничья собака. Я очень у неё боялся, но оказалось, что он милый, добрый и, самое главное, спокойный. Тихо, тихо. И людям не просто позировать перед камерой, что уж говорить про животных, которые воспринимали фотосессию как игру. Молодая хаски совсем не хотела спокойно сидеть и лежать и норовила напроказничать. Будущим хозяевам этой энергичной собаки пригодится совет генерального директора канала 16. Это очень сложная порода, и с ней нужно уметь обращаться, нужно иметь много энергии, потому что она сама очень энергичная. Её нужно постоянно выгуливать, постоянно давать ей нагрузку. Ну и также понимать, что это стайная собака, это издовая собака. И человек в первую очередь должен быть вожаком здесь. После шалунии хаски Петру Смирнову вручили пушистого котёнка. Ну с кошками всё проще. Был прекрасный, милый, пушистый котёнок, и я надеюсь, что он найдёт новую семью после этой фотосессии. На проекте «Зато верный друг» работали профессиональные фотографы, которые на добровольных началах снимали и редактировали фотографии, чтобы животные на них предстали во всей красе. Через несколько недель обработанные снимки выставят в социальных сетях. В планах сделать календарь на 2020 год. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, СОРУ-24. Несанкционированные свалки в Сарове будут ликвидированы. Подрядчика для этого выберет Департамент городского хозяйства с помощью аукциона. До 2 декабря мусор нужно убрать с 14 объектов, в том числе на территории ТИЗа. Садоводческих товарищей «Строитель», «Красная звезда», «Завета Мичурина». В гаражах на улицах Привокзальной», «Ключевой» и в других гаражных кооперативах. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саров с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы Денис Москвин. В числе прочего он побывал в 10-й школе, где сейчас идет капитальный ремонт. Напомним, сдать его должны были 1 сентября, потом срок отодвинули на 30 ноября. Однако Денис Москвин усомнился, что удастся завершить все работы за месяц. Более подробно об итогах визита депутата Госдумы в Саров мы расскажем в выпуске новостей 5 ноября в 19.30. Со следующего года налог для самозанятых могут ввести и в нашем регионе. С таким предложением выступили в Министерстве финансов. Проект соответствующего закона размещен на портале проектов нормативных правовых актов. В соответствии с документом, с 1 января 2020 года эксперимент планируют запустить еще в 19 регионах. В том числе в Ленинградской, Тюменской и Нижегородской областях. Во вторник, 5 ноября в Нижегородской области пройдется Российский день приема предпринимателей. Бизнесменов примут начальники подразделений, а также руководители городских и районных прокуратур. Более подробная информация по телефону 756-36. Горячая линия «Мой бизнес» заработала в Нижегородской области. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Люлин. По его словам, каждый предприниматель или нижегородец, который только планирует открыть свое дело, может позвонить по номеру 8 800 301 29 94 и получить необходимые консультации по мерам господдержки и госуслугам для бизнеса. Месячник по безопасности дорожного движения «Засветись» проводится в Нижегородской области с 21 октября по 20 ноября. Его девиз «Засветись» – стань заметным. Месячник проводят из-за увеличения количества ДТП в темное время суток. Практически каждое четвертое происшествие на автодорогах области произошло именно в это время. В этом году зарегистрировано около 1200 подобных случаев. Каждый третий пешеход, пострадавший в ДТП, находился на проезжей части в темное время суток. Я сегодня узнала про светофоры, ознаков и отражающие элементы. Мне больше всего понравилось смотреть фильм и получать подарки. Такие отзывы оставили воспитанники детского сада номер 37 после участия в акции «Засветись». Для малышей ее провели студенты Саровского политехникума совместно с сотрудниками госавтоинспекции. Мальчишкам и девчонкам в игровой программе рассказали, что такое светоотражающие элементы, зачем они нужны и на какую часть тела их лучше приклеивать. Сейчас такое время, что дети из 5 лет уже начинают гулять допоздна, гулять по трассам, чтобы они собрали правильное движение для их же безопасности, носили светоотражатели. Фликер на одежде – способ уберечь ребенка от травмы на неосвещенной дороге. Маленькая подвеска на шнурке или значок на булавке закрепляются на одежде. Использование фликера снижает детский травматизм на дороге. Он позволяет водителю заметить пешехода на расстоянии от 150 до 300 метров и избежать наезда. Надеемся, что через маленьких детей мы доведем эту информацию и до их родителей, и родители приобретут световозвращающие элементы и также будут при выходе из дома в темное время суток использовать световозвращатели. Следующая акция в рамках месячника «Засветись» пройдет в детском саду номер 8. Сотрудники госавтоинспекции также расскажут малышам о светоотражающих элементах и проведут с ними флешмоб. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Стартовал конкурс фотографий «Красота в положении». Принять в нем участие могут жительницы нашего города, беременные или уже родившие ребенка. Цель конкурса – напомнить о ценности семьи и подчеркнуть важность роли матери в воспитании ребенка. Подробности в следующем репортаже. Беременность – это самый ответственный и волнующий момент в жизни каждой женщины. Именно это состояние хочется запечатлеть на память и потом показать всему миру. Молодежный центр для всех мам в преддверии их праздника проводит фотоконкурс «Красота в положении». Решили провести такой конкурс, чтобы показать, наверное, красоту женщины, которая находится в ожидании самого, наверное, прекрасного момента в своей жизни – появления маленького человечка. В конкурсе могут принять участие жительницы нашего города, будущие мамы и те, кто уже опознал радость материнства. В нем четыре номинации «Остановись мгновение, ты прекрасна», «Ждем всей семьей», «Мама искусница» и «Я родился». Оценивать участниц будет опытное жюри. Обязательно в состав жюри входит профессиональный фотограф, заведующие ЗАГСа мы обычно приглашаем, директор молодежного центра. Жюри оценивает, выбирает понравившиеся им работы, потом они совещаются и уже приходят к общему мнению, кто же все-таки победил и в какой номинации. Организаторы приглашают к участию женщин всех возрастов. Новшеством конкурса станет голосование за приз зрительских симпатий. 22 ноября с 9 часов утра до 18 вечера в Зимнем саду будет организована фотовыставка, где будут представлены все работы, и каждый желающий может прийти и проголосовать за понравившуюся ему работу. Принять участие в конкурсе «Красота в положении» просто. Достаточно выбрать фотографии семейного архива, заполнить заявку и отправить работу на электронную почту с пометкой «Красота в положении» до 17 ноября. Канал «16» стал информационным партнером конкурса. Наша редакция подарит специальный приз одной из участниц. Награждение пройдет 22 ноября в Молодежном центре. Подробности по телефону 9-91-08. В Дворце детского творчества Клещевникова сразу решила, что будет журналистом. Девочка считает, что эта профессия позволит ей научиться писать грамотно сочинения и оформлять стен газеты. Журналистика – это, наверное, очень интересная работа с людьми, получаешь такой опыт независимый. Ходить по разным мероприятиям, спрашивать людей о том, чем им интересно. Я бы хотела попробовать себя в этой профессии. Пионеры активно изучали азы основных пионерских профессий, чтобы в дальнейшем эффективно работать в своих дружинах. Дети учились носить знамя, играть на барабанах, а также выступали в роли организаторов праздников. Рассказывали о профессиях вожатые школ города и пионеры-инструкторы. Сложно быть без организации и сложно кидаться в дела, когда ты не знаешь схему их. Вот здесь мы как раз будем учить тому, чтобы дети умели качественно сделать. Всего в школу пионерских профессий пришло около 200 ребят. Занятия проходили два дня. После творческих мастер-классов каждому школьнику выдали задания, которые ему нужно выполнить в течение учебного года со своими товарищами. Затем пионер должен отчитаться о проделанной работе перед старшими инструкторами. Центр социальной помощи семье и детям приглашает юных саровчан принять участие в творческом конкурсе «При солнышке и тепло, при матери добро». Проект приурочен к празднованию Дню Матери. В этом году организаторы сделали только одну номинацию. Мальчишкам и девчонкам предлагают сделать своими руками открытку для мамы. Подробности в следующем репортаже. Творческий конкурс, посвященный Дню Матери, Саровский Центр социальной помощи семье и детям проводит уже несколько лет подряд. В последние годы наш город вышел на региональный уровень и стал организатором областного творческого фестиваля. Мы также рассылаем положение во все учреждения социальной сферы, которые подменятся в Министерство социальной защиты, во все учреждения области. Но там у нас уже проходит такое, как бы нам присылают эти работы в электронном виде. Конкурс «При солнышке и тепло, при матери добро» охватывает все направления изобразительного и декоративно-прикладного творчества. В разные годы номинациям были рисунки, фотографии, поделки. В этот раз в конкурсе только одна номинация – открытка для мамы. Но выполнить ее можно в абсолютно любой технике. Главное – уложиться в формат А4. Она может быть абсолютно у любой техники сделана. То есть это и квилинг, и может быть какая-то новая для нас неизведанная техника, которую ребенок освоил. И арисфолдинг вот уже были такие, когда тканью делали какие-то портреты. Это и пластилин, и акварель. То есть, пожалуйста, мы принимаем работу любой техники. Работу нужно принести до 18 ноября в Центры социальной помощи семьи и детям по адресу улицы Куйбышево, дом 8, в кабинет номер 14. Затем комиссия определит победителей и призеров конкурса в каждой возрастной группе. Награждение победителей состоится 27 ноября на празднике, в таком вот большом, который будет проходить в молодежном центре. Также организаторы планируют наградить юных саровчан в отдельных категориях, например, за оригинальность исполнения. Мероприятие рассчитано для зрителей без возрастных ограничений. Елена Грискова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей.